Всем привет, с вами Ромашка. Сегодня я хочу показать, как легко снять очень стойкие гель-лаки. Это я буду делать на примере гель-лаков фирмы Leoneil. Такой способ подходит также для проблемного Blue Sky. Чтобы без проблем наснять гель-лак, его нужно нанести специальным образом. Данный метод называется лаковый квадрат. Он совершенно не влияет на стойкость маникюра. Проверено очень много раз. Поэтому лаковый квадрат я делаю постоянно со всеми фирмами, чтобы не тратить много времени на снятие. Итак, приступим. Маникюр делаю как обычно, отодвигаю кутикулу как можно дальше. Мягким бафом снимаю блеск с ногтей. Обезжириваю ногтевую пластину, используя обезжириватель от Leoneil. У этой системы есть праймер. Но так как мои ногти довольно крепкие, и мне необходимо легкое снятие, то я его не использую. Если же ваши ногти очень тонкие, гель-лак держится плохо, то обязательно наносите праймер. Теперь самое главное. Я беру обычный прозрачный лак. В данном случае я использую свою любимую сушку. Но подойдет и абсолютно любой обычный прозрачный, кроме бас. И наношу его только на середину ногтя, отступая по краям и от торца, около 3 мм. Наношу довольно толстым слоем. Жду полного высыхания. Далее вся стандартная технология нанесения гель-лака. Базу использую от Leoneil растворимую. Она довольно жидкая, поэтому нужно следить, чтобы она не затекала на кутикулу. Сушу в лед лампе 1 минуту. Использую цветной гель-лак под названием Business Lady от Leoneil из коллекции Разная ты. Мне он очень понравился. Он густой, очень пигментированный. Кисть удобная, идеально пририсовывает линию кутикулы. Все гель-лаки из этой коллекции растворимые и имеют приятный аромат. У Business Lady аромат лаванды. Но я не уверена, что это именно она. Но в любом случае аромат очень приятный. У этого лака оттенок очень плотный, достаточно двух слоев. Сушу в лед лампе каждый слой 1 минуту. Теперь наношу слой финиша для гель-лака этой же марки. Финиш не густой, саморазравнивается на ногти. Сушу 1 минуту. Все, нанесение завершено. Если дизайна не будет, снимаем липкий слой. Использую специальное средство той же марки, опять же с очень приятным ароматом. И можно наносить масло. А теперь продемонстрирую легкое снятие. Я все-таки сделала дизайн, его можете посмотреть в предыдущем ролике. Для начала я спиливаю топ. Иногда дохожу прям до базы, чтобы средство проникло глубже. Использую пилку на 180 грит. Кстати, во время опила тоже чувствуется аромат гель-лака. Очищаю лишнюю пыль с помощью щетки и вижу, где пропустила топ. Там остается глянец, поэтому прохожу еще раз. На объемные бантики трачу побольше времени. Спиливаю их, а также втирку блестками. Моя кожа очень чувствительна к растворителям, поэтому смазываю ее жирным кремом. Также наношу его и под свободный край ногтя, чтобы он не скручивался. Теперь беру 3 ватных диска и разрезаю их на 4 части. Использую жидкость от Суверины для снятия биогелия зеленого цвета. Отрываю 10 кусков фольги. Смачиваю диск, прикладываю к ногтю и плотно оборачиваю фольгой. Жду 10 минут. Гель-лак снимаю по очереди, помогая пушерам. Он сходит очень легко. Благодаря лакому квадрату, даже самые стойкие лаки снимаются без проблем и не травмируя ногтевую пластину. Причем это совершенно не влияет на их стойкость. Проверено уже очень много раз. В завершение наношу увлажняющее масло для кутикулы. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Большое спасибо за внимание. С вами была Ромашка. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова